МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я отпускаю тормоз, и автомобиль, обратите внимание, руль крутит на нужный угол сам. То есть при помощи современных ультразвуковых датчиков автомобиль сам нашел для себя место на парковке. То есть теперь просто меня информирует, и я должен следовать его указаниям, его информацией. Эта технология появилась на российском автомобильном рынке совсем недавно, но уже есть в автомобилях многих марок, например, Volkswagen, BMW, Ford. Но как бы профессионально не велась себе система, необходимо помнить, что ответственность за возможные ошибки умные электроники несет водитель. Для того, чтобы более безопасно припарковаться, можно эту систему использовать. Более безопасно, более точно. Особенно актуально будет для девушек, для женщин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные детища баварских инженеров тоже оснастили несколькими интересными новыми технологиями. Например, система ЭКОПРО. Суть в том, что искусственный интеллект машины может снижать расход топлива в зависимости от индивидуальных особенностей вождения. Шины с возможностью аварийного хода тоже одна из технологичных новинок безопасности, которая уже во все ездит по красноярским дорогам. Ну и, конечно же, проекция на лобовое стекло, скорость, количество бензина и даже маршрут можно увидеть, не опуская глаза на панель приборов. Это такая проекция с панелей, приборной панели, которая там сферически, очень грамотно расположены различные элементы, от которых происходит отражение на лобовое стекло. И переносит. То есть секрета тут никого нет. Тут просто под специальными углами расположены такие вот, так скажем, стеклянные элементы, которые переносят изображение на лобовое. Завершает наш парад автомобильных инноваций система Пресенс, опять же разработанная немецкими инженерами. При помощи различных установленных на автомобиле радарных датчиков и видеокамер она анализирует дорожную обстановку и при возникновении потенциальной угрозы для водителей и пассажиров применяет средства безопасности. Может, например, почувствовав неладное, самостоятельно закрыть люк и окна в машине, натянуть ремни безопасности, усилить давление в тормозной системе. При появлении угрозы ударов заднюю часть авто водительское и пассажирское сидения перемещаются в наиболее безопасное положение. Автомобиль стал готовиться. То есть вот раньше все было, если случился наезд, если случилось столкновение, только после этого начинали срабатывать датчики и только после этого начинались открываться подушки безопасности, ремни натягиваются. То есть автомобиль начинал готовиться после самого удара. Теперь автомобиль готовится еще до удара, уже готовится защитить своих пассажиров. То есть это инновация, а в автомобилях доли в секунду может сыграть больше. То есть роль в защите своих пассажиров. Еще одна инновационная система, внедренная этим концерном – ночное видение. При помощи тепловизора машина может отслеживать ситуацию на дороге и оповещать водителя о приближении пешехода или животного. Но видеть в темноте автомобиль может не дальше, чем на 90 метров. Сказать о том, когда технологии автопилотирования автомобиля или интерактивной связи между машинами появятся в нашей стране и, главное, сколько будут стоить авто с такими начинками, сегодня сложное дело даже не в том, что большинство из технологий пока проходят тестовые испытания за рубежом. Просто в России сначала должна появиться соответствующая дорожная инфраструктура, например, умные светофоры и, конечно, культура вождения. Научить машины общаться между собой, а также устанавливать связь с удаленными устройствами – вот над чем сейчас работают инженеры ведущих автомобильных концернов. Что из этого получится, надеюсь, увидим уже в самое ближайшее время. Это был проект «Технологии». Увидимся!